В художественном музее открылась первая персональная выставка Краматорской художницы Надежды Землянской «Радость жизни». Ее первая такая большая официальная выставка. Познакомились мы с ней совершенно случайно. Открыли эту художницу. Она оказалась очень талантливой. И вот сегодня она свои картины показывает жителям нашего города. Художница видит радость во всем, что ее окружает. И делится своим позитивным жизненным настроем с окружающими. На выставке представлено более 70 работ. Большинство из них написаны маслом. По мнению художницы, именно масло может передать тепло, открытость человеческой души. Картины, конечно, я очень люблю, когда они радуют. Радуют меня, радуют вообще всех. Потому что это позитив, который... Ну, мне бы хотелось, чтобы у людей было больше радости. Ну, естественно, и у меня. Надежда Землянская представила и свои авторские куклы. И если многое сюжеты для картин она черпает в просторах интернета, то кукол придумывает сама. Куклы текстильные. В их создании автор использует натуральные материалы. Куклы, я их начинала с кукол. Я очень любила куклы. У меня их было очень много. Они разлетелись по многим странам. Что-то очень много раздарило. А уже к выставке меня просто как бы попросили. И я, в общем-то, окунулась опять в куклы. И, вы знаете, это так уносит вообще. Это так, можно сказать, сносит голову. В общем, это тоже такое же творчество. Оно не менее интересно, чем, в общем, как любое. С открытием выставки художницу поздравили друзья и поклонники ее творчества. Я счастлива находиться. Тут аура небыкновенная. Рядом с ней, рядом с полотнами просто. Хочется рядом находиться. Про куклы я вообще молчу. Это отдельный мир. Это, правда, история, которая параллельно как от реальность. Туда уходишь и в детство, в счастье. Не знаю, это просто здорово. Я приятно удивлена, что у нее в жизни произошел вот этот неожиданный такой всплеск силы, энергии, скажем, ну, талант проявился. Поэтому я здесь. Я очень рада за нее, хочу ее поддержать. И мне очень интересна ее работа. Автор также подготовила сюрпризы для гостей. Так художница подарила свою картину победителю конкурса, который она проводила. Конкурс выиграла учитель школы номер 24 Ольга Борисенко. Она пришла на открытие выставки со своими маленькими учениками. Надежда Землянская подарила классу свою картину «Парусник» как символ того, что нужно всегда идти вперед и достигать своих целей.